Завораживающие звуки от мэтров российской филармонической музыки. На сцене госконцерт имени Светланова под управлением молодого, но уже знаменитого Дмитрия Саботиниса. В первом отделении у нас, может быть, не настолько популярный концерт, но в любом случае это тоже один из шедевров скрипичного репертуара. Не так часто исполняется, как хотелось бы. И поэтому, конечно, я очень рад, что мы можем лишний раз, так сказать, произведения, которые не так часто играются, преподнести публике в сочетании с более популярными произведениями, как симфония, например. Во втором отделении шедевры российской музыки – четвертая симфония Чайковского, которая пленит слушателей с первых же минут. Пригласить знаменитый коллектив в Ярославлю удалось благодаря поддержке Министерства культуры России в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Именно этот оркестр, он постоянно цепляет, он все играет очень музыкально, то есть всю динамику, музыка идет волнами, не прямой какой-то линией, а все вот такими волнами. Это очень за душу цепляет. А уже в эту субботу состоится открытие 75-го сезона симфонической музыки. На сцену выйдет наш оркестр под руководством Мурада Аномамедова. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День в событиях. Субтитры создавал DimaTorzok